Подарить человеку радость несложно, а вдвойне приятно дарить ее тем, кто в силу жизненных обстоятельств больше других нуждается в помощи и заботе. Многофункциональный центр спиранцев в городе Басарабяска ежедневно принимает не меньше 50 человек. В честь новогодних праздников работники центра приготовили для своих посетителей небольшое поздравление. Поздравить гостей праздника пришли примар города Николай Николаев, который принес с собой 30 подарков и председатель района Николай Кендигелян. Мы видим радость, улыбку на лицах людей преклонного возраста, детей, как дети искренне поздравляли взрослых. Чувствуется такое предновогоднее настроение и, пользуясь случаем, я хочу искренне от всей души пожелать всем жителям нашего района крепкого здоровья, оптимизма, успехов, побольше радости, побольше удачи. В уходящем году всем хочется надеяться на лучшее и ждать от жизни добрых перемен. Я жду, чтобы этот год, 2014, пришел, принес нам счастье, здоровье, чтобы мы не болели, чтобы он был более и лучше, чем этот был, 2013 год. В новом году пожелаем, конечно, побольше зарплаты, чтобы было и здоровья всем в новом году и всего самого наилучшего. Год, как и другие были, ну, немножко, может быть, хуже. И я с удовольствием хожу сюда и радуюсь всем этим. Оказываемые посетителям многофункционального центра услуги – малая часть того, чем занимается отдел социального обеспечения и защиты семьи. Финансовая и другая помощь социально уязвимым категориям населения – их ежедневная работа, объем которой социальные работники постоянно стараются увеличивать. О задачах на будущий год планируем, значит, еще 10 единиц персонального стенда, еще 2 единицы патронажного стенда. Думаем открыть мобильную группу, которая будет работать с инвалидами на дому. Думаем, ну, для этого, значит, нам нужно, опять же, дополнительные средства, нужен транспорт для того, чтобы передвигались специалисты на дому. Задач много. В уходящем году социально уязвимым категориям населения из района Басарабяска было выделено 4 миллиона леев. Для проведения новогодних праздников каждый многофункциональный центр района получил дополнительно из бюджета во полторы тысячи леев. Продолжение следует...